Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Стоимость льготных проездных и итоги работы за год обсудили в Гордуме. Ямы до ухабы превратились в непроходимую наледь. Город по-прежнему не убирают. Кто несет ответственность за чистоту платных парковок? Мультиплекс в массы. Кому необходимо приобретать специальное оборудование? Внесли изменения в бюджет, утвердили стоимость льготных проездных, подвели итоги работы. Состоялось последнее в этом году заседание Рязанской городской думы. Подробнее о решении депутатов в сюжете Дины Сляевой. На заседание депутаты приняли изменения в бюджет города на 2018 год. Свыше 211 миллионов рублей составили межбюджетные трансферты. Средства направлены на дошкольное образование, приобретение транспорта для коммунального хозяйства, повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений, приобретение жилья для детей-сирот. Также на заседание были приняты поправки в решении о мерах по социальной поддержке отдельных категорий граждан. Льготный проездной для пенсионеров, родителей из многодетных семей и вдов участников ликвидации последствий катастрофы Чернобыльской АЭС подорожает на 15 рублей. Его стоимость составит 365 рублей. Это меры, вынужденные, чтобы установить единую стоимость проездного для льготных категорий. Ранее соответствующее постановление было принято правительством региона. Сам проездной стоит 3000 рублей. Лигодный 350 увеличился на 4% с учетом темпов инфляции, тех экономических процессов, неизбежных, которые происходят в нашей стране. Депутатский корпус принял на себя такую ответственность. Мы понимаем, что нужно двигаться со временем и с учетом экономических процессов. Третий созыв Рязанской городской думы был избран в сентябре этого года. Депутаты уже отработали вместе три месяца. Перед Новым годом самое время подвести итоги и наметить планы работы на 2019 год. Например, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская отметила, народные избранники должны контролировать ход ремонтных работ в многоквартирных домах. Есть необходимость, чтобы депутанты также в разрезе своих округов контролировали все те дома, где до сих пор ремонт не завершен. Потому что, когда у нас, помимо того, что не осуществляются те или иные работы и нет контроля и безнаказанности тех или иных вещей, вот тогда существует бодак. Только вот наша первостепенная задача, что мы сейчас уже сделали, осуществление этого контроля. Подводя итоги работы, Юлия Рокотянская отметила, депутатами нового созыва была изменена структура комитетов, чтобы они работали более эффективно. Все эти месяцы народные избранники активно встречались с жителями. Основные вопросы, которые обсуждались – благоустройство, транспортное обеспечение, освещение улиц. Все предложения, которые жители высказали во время публичных слушаний, уже учтены при принятии бюджета. Отдельная тема – развитие транспортной сети. Вопрос будет обсуждаться уже в январе 2019 года. Кроме того, депутатский корпус усилил контроль за исполнением всех принятых решений. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Опасное соседство. В центре Рязани столб повис на проводах. Такая информация появилась в интернет-медиа. Произошло это на улице Маяковского рядом с перекрестком с улицей Краснорядской. По словам очевидцев, столб повис над проезжей частью. Его основание прогнило. Он еле держится, в любой момент может упасть. Подытожили в РЗН-Инфо. По данным регионального Министерства природы, в уходящем году было выписано штрафов на 650 тысяч рублей за загрязнение в воздухе в Дашково-Песочне. Были проведены соответствующие проверки из-за выбросов в данном районе. В результате было возбуждено 21 административное дело и наложены штрафы. По данным Минприроды, главными источниками загрязнения атмосферного воздуха стали «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», «Завод Техно», «Сплав», «Картонно-руберойный завод», «Рязанский завод смазочных материалов», «СФАТ Рязань» и другие. Напомню, летом этого года Гидромедцентр и Минприроды зафиксировали превышение уровня сероводорода в районе Дашково-Песочне в 7,5 раз. Печальная новость. В Шиловском районе в ДТП погибла женщина. 54-летняя водитель «Лада Гранта» не справилась с управлением и совершила столкновение с тягачом «МАН». Погодные условия отметили в пресс-службе регионального ГИБДД одна из причин аварии на дорогах в зимнее время. Госавтоинспекторы рассказали, как вести себя автолюбителям, попавшему в метель, чтобы не попасть в аварию. Хотел обогнать, а попал в аварию. Снег на дорогах или гололедица могут стать причиной ДТП. В Рязанской области одна из таких аварий закончилась трагедией. 24 декабря погибла 20-летняя девушка. Водитель «Ниссан Навара» не учел дорожно-метеологические условия, не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем «Лада Приора». В результате ДТП пассажирка автомобиля «Лада» погибла. Еще два человека были госпитализированы. Если же в пути вас достал снегопад, помните, что обзорность во время непогоды уменьшается. При движении во время снегопада выполняйте все действия плавно. Не делайте резких движений. Будьте предельно аккуратны на дороге. Строго соблюдайте правила дорожного движения. Для тех, кто не знает, как вести себя на зимней дороге, есть курсы экстремального вождения. Специалисты советуют особое внимание уделять мостам, тоннелям, въездам и съездам со стакад. Двигаться там с постоянной скоростью, а притормаживать заранее. Зимой дистанция с идущим впереди автомобиля должна быть раза в два больше, чем летом. Но и слишком отставать не стоит, иначе кто-нибудь обязательно решит вклиниться. А это риск сразу для трех участников движения. Госавтоинспекция регулярно проверяет, в каком состоянии содержатся дороги. Итоги за 11 месяцев неутешающие. Составлено 244 протокола об административных нарушениях в отношении юридических лиц и 279 в отношении должностных. По фактам выявленных недостатков содержания уличной дорожной сети собственникам и иным владельцам дорог выдано 1813 предписаний об устранении выявленных нарушений. В связи со сложившимися погодными условиями госавтоинспекция обращается к рязанским водителям с призывом соблюдать дистанцию, боковой интервал и скоростной режим, а также уступать дорогу у снегоуборочной техники. Дина из Лео, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В продолжение экологической темы. На протяжении этого года в эфире нашего телеканала не раз выходили сюжеты о том, что в районе Дягилева тлеет куриный помет. Так вот, по последней информации, он продолжает тлеть как торф на глубине более полутора метров. Об этом сообщили представители Министерства природы. Но при проведении проверок превышение допустимых концентраций загрязнений в воздухе обнаружено не было. В августе жители города стали жаловаться на неприятный запах. Тогда и было установлено, что причина в тлеющем курином помете. Как выяснилось, участок принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. Штрафы за нерасчищенные платные парковки будут приходить Ростелекому. К такому решению пришла администрация города. Оно вступило в силу с понедельника. Почувствовали ли рязанцы изменения, узнала Галина Кудряшова. 50 на 50 платные парковки в Рязани вроде чистят, но логику в действиях владельцев заметить сложно. Так, и около Дворца Пионеров они занимают более 100 метров. Однако паркомат не работает, а земля больше похожа на зебру. Полоска чистая, полоска заваленная сугробами. Похожая ситуация на улице Вознесенской. Из-за нерасчищенной парковки автомобили приходится ставить близко к проезжей части. Таким образом, создавая сложности для других участников дорожного движения. А дорога за Центром народного творчества сама превратилась в месиво. Да вообще нигде. Вчера встать не знал, где найти не мог. То есть именно из-за того, что трудно заехать? Ну конечно, снег по колену. По городу езду, половина чищен. Не ухаживают за парковками. Особенно это становится заметно в период снегопадов. Администрация города предложила решить проблему радикально. С 24 декабря владельцы платных парковок, которым является Ростелеком, будут штрафовать. Рязанцы к этой новости отнеслись положительно. Они будут заинтересованы. А то платных парковок наделали, дорог нету. Парковка на чем там, яма на яме. Улиц не сделаны. Таких много. Штрафы введут и для обычных граждан, которые не оплачивают парковку. По данным администрации города, ежемесячно они фиксируют более 10 тысяч нарушений. При этом фактически штрафы не взимаются. Областная дума предложила внести поправки в соответствующий закон. Таким образом, планируется привлечь более 10 миллионов рублей ежемесячно. Деньги направят на уборку города. Стоит отметить, что в период новогодних праздников платные парковки изменят режим работы. С 30 декабря по 8 января все они станут бесплатными. А вот в субботу, который официально является рабочим днем, тариф будет таким же, как и по будням. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Власти Рязани отказались от песко-соляной смеси для борьбы с наледью. Именно такая информация была обнародована год назад. Этой зимой обещали не использовать данную смесь, которая весной превращается в пыль. По информации Управления благоустройства города, сейчас используют увлажняющую техническую соль и ту самую песко-соляную смесь. При этом власти обещали перейти на реагент «Бионорт». Именно это должно было избавить город от пыли. Но, как это обычно бывает, что-то пошло не так. Мультиплексом быть. Переход на цифровое вещание в России переносили несколько раз. Но, похоже, переходный период подходит к концу. 11 февраля 2019 года на все территории региона произойдет отключение аналогового эфирного телевидения федеральных каналов. Их заменит телевидение высокой четкости для приема цифрового сигнала. Необходимо перенастроить свои телевизоры или приобрести специальные приставки. И здесь важнее не попасться на удочку мошенников, которые ходят по домам и предлагают приставки втридорога. 20 цифровых каналов будут доступны для рязанцев примерно через месяц. Но стоит оговориться, для тех, кто подключен к кабельным сетям, ничего не изменится. И приобретать приставки не нужно. Тот сигнал, который идет в аналоговом формате и вещается с рязанской телебашней, он в основном касается той. Его принимают те люди, которые смотрят телевизор через обычную комнатную антенну. Абоненты, которые пользуются услугами кабельных операторов, кабельным телевидением, эти изменения никак не коснутся. Для них предоставление услуги кабельного телевидения будет продолжаться в привычном им виде. Зато изменения коснутся владельцев телевизоров, выпущенных до 2012 года, и тех, которые работают от комнатной антенны. В первую очередь обратить внимание, оснащен ли их телевизионный приемник цифровым тюнером ДФБТ-2. Если оснащен, то по большому счету у них услуга будет продолжаться, но уже телеканалы будут в цифровом виде. Нужно будет достаточно перенастроить только телевизор. Если телевизор все же не оснащен цифровым тюнером, то необходимо приобрести специальную приставку. В частности, это можно сделать в компании Vidicon. Тут такое небольшое устройство, которое совмещает в себе два стандарта цифрового телевидения. ДФБЦ – это кабельные сети, и ДФБТ-2 – это наземное эфирное цифровое телевидение. Это устройство можно использовать в квартире, если вы являетесь абонентом кабельного оператора. И можно успешно использовать на даче, если вы смотрите телевидение по домашней антенне. Если вы смотрите этот сюжет по нашему телеканалу, можете быть спокойны, изменения вас не коснутся. Остальные могут приобрести приставку в компании Vidicon. При этом цены достаточно демократичные. А если обратиться сейчас, то доставка и настройка будут по льготной цене. Необходимо оставить заявку на подключение по телефону 8-960-520-50-21. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 25 декабря в Рязанском политехническом университете прошло мероприятие в формате «ВАИР-технопольза». Состоялось оно с целью поддержки развития технического творчества. И ВУЗ выступил площадкой. На мероприятии презентовали инновационный проект. Продолжит Валерий Седов. Экономические системы управляемого светодиодного освещения локальных территорий цехов, подъездов, офисных помещений. Так назывался прошлогодний проект, который предоставили на мероприятии «ВАИР-технопольза». Проект сразу заинтересовал инвесторов, а само мероприятие стало традиционным. Вот такой формат, который мы с вами вместе избрали, я надеюсь, что он рано или поздно принесет плоды. Если вы помните, 25 сентября мы с вами вот здесь, на этой площадке, были свидетелями, когда представляли проект наши друзья и соратники с научно-производственного комплекса «Плазмформ». И мне приятно сказать вам, что нашлись сегодня, будем так говорить, предприниматели, которые заинтересовались этим проектом. И сегодня этот проект идет разработка по заключению договора. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов уже не первый год представляет свои проекты. Рязанская область не отстает. 25 декабря состоялась презентация проекта «Шина для оказания неотложной помощи при переломах челюстей». Этот проект позволяет оказать помощь медицинскую в чрезвычайных ситуациях, во время, возможно, военных конфликтов. Ну и еще раз позвольте поблагодарить за участие в этом проекте и выразить надежду на плодотворное сотрудничество во всех ваших начинаниях, во всех наших начинаниях. К участию в ВАИР Технопольза приглашаются предприниматели и инвесторы, работающие на рынке инноваций. А также представители производств, заинтересованные во внедрении новой продукции и технологии, инженеры и изобретатели, молодые ученые, представители вузов и институтов развития, заинтересованные в обмене опытом. Подготовленные и представленные организациями проекты с большим интересом рассматривают на заседании мероприятия ВАИР Технопольза. «Приятно слышать и видеть, что и в том числе наши соратники, медики не отстают, придумывают какие-то изобретения. И вообще очень приятно осознавать в том, что на Рязанской земле очень много креативных людей, которые постоянно развиваются, не стоят на месте. И приносят, и повышают уровень развития, и повышают авторитет нашего региона в стране и на других континентах нашего планеты». Спикеры представили на суд зрителей запатентованную технологию фиксации челюстей. Это H-образный профиль, заполненный силиконовым гелем, который и обездвиживает челюсти. В самом профиле есть несколько отверстий для дыхания. Конечно, есть в проекте и несколько недоработок. Но здесь спикеры рассчитывают на помощь гостей. И творцов в организации ВАИР достаточно. И каждый способен удивить своими знаниями. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Это были все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте. Город62.tv и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь. И желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом. И сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27 55 55. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова